Здравствуйте, это программа Город Эсси, я Елена Чернявская. У объекта недвижимости есть кадастровая стоимость. Она применяется при расчете земельного налога и налога на имущество, арендной платы, выкупной стоимости объекта недвижимости в случае его выкупа из государственной или муниципальной собственности и для иных предусмотренных законодательством целей. Заместитель директора кадастровой палаты по Самарской области Светлана Евгеньевна Вандышева сегодня расскажет, из чего складывается размер кадастровой стоимости и как ее оспорить. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, давайте перейдем к нашему разговору. Безусловно, конечно, мы не просто так встречаемся и говорим на эту тему, потому что вот именно эти вопросы у граждан, у наших, очень востребованы. Поэтому давайте подробно, как всегда интересно и профессионально, вы об этом расскажете. Что такое кадастровая стоимость и скажите, пожалуйста, как она определяется. Добрый день, уважаемые зрители. Находясь уже не первый раз в этой студии, я хочу сегодня сделать несколько заявлений в связи с тем, что действующее законодательство у нас изменилось, и правила в субъекте по подсчету кадастровой стоимости изменились также. На настоящий день в нашем субъекте кадастровая стоимость считается силами государственного бюджетного учреждения Центра кадастровой оценки по Самарской области. То есть я хочу напомнить нашим зрителям о том, что раньше государственная кадастровая оценка в регионе проводилась на основании конкурсной процедуры, то есть заключался договор с той оценочной организацией, которая выигрывала, предлагала наилучшие условия для заключения договора. И зачастую в нашем регионе, это, в общем, так-то было и всегда, исполнителем указанных работ становилась организация, которая даже не имела своего представительства в Самарской области. Поэтому, конечно, о качестве такого рода деятельности оставалось задуматься нам всем. Но в связи с тем, что изменилось законодательство, и наш регион в числе первых перешел на его реализацию, в нашем субъекте была создана вот эта вот организация государственное бюджетное учреждение, которая, она находится здесь, в Самарском области, при Министерстве имущественных отношений нашего правительства, и сегодня она занимается как раз государственной кадастровой оценкой. Понятно, что качество работ в настоящее время, ну, в разы лучше, чем это было прежде. Ну и, соответственно, новую стоимость получили и здания, и помещения, и сооружения, объекты капитального строительства, и даже машины-места. Ну вот скажите, пожалуйста, какова роль кадастровой палаты вот именно в этом процессе? Да, это очень хороший вопрос, потому что, действительно, начиная с 2022 года, кадастровая палата не участвует в процедуре расчета кадастровой стоимости, но наша функция сегодня состоит в том, что для цели проведения государственной кадастровой оценки нами, то есть кадастровой палатой по Самарской области, формируется перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной оценке. Вот в 2021 году, например, была произведена оценка объектов капитального строительства. Вы абсолютно точно назвали вот их перечень, из чего он состоял. Таких объектов в нашем регионе было чуть более 2 миллионов 300 тысяч. И все их нужно было учесть? И все их нужно было учесть, и характеристики о каждом из этих объектов передать в государственное бюджетное учреждение. Что, в общем-то, и было сделано. По состоянию на 1 января 2021 года, этот перечень был передан в государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки». В течение всего 2021 года эта организация осуществляла государственную кадастровую оценку, не забыв при этом ни одного объекта. То есть все 2 миллиона 300 тысяч объектов попали в тот перечень, объектов, в отношении которых рассчитывалась кадастровая стоимость. И, собственно говоря, этот перечень был передан нам, в кадастровую палату. И наша функция заключалась в том, что мы обязаны были в соответствии с действующим законодательством в течение 20 рабочих дней осуществить загрузку данных сведений в единый государственный реестр недвижимости. Чтобы стал доступен, соответственно. Совершенно верно, да. Сроки такие короткие не зря, потому что, как мы с вами понимаем, данные сведения очень важны и при налогообложении, и для других целей, которые предусмотрены законодательством. Поэтому мы, наши организации, постарались эти сроки соблюсти. А надо сказать, что вот наши объемы, 2 миллиона 300 тысяч, это пятое место в Российской Федерации. Как приятно. То есть мы, в данном случае, мы вошли в пятерку, так сказать, литеров по количеству объектов недвижимости, подлежащих оценке, наряду с Московской областью, с городом Москвы. С декадатского палата, да, вы имеете в виду, да? Да, города Москвы, Краснодарском крае и Челябинской области. Вот. Но нам удалось это осуществить в сроки, которые были для нас установлены, и в конце января эта работа была завершена. Поэтому сегодня, если кто-то из правообладателей, или вообще любое заинтересованное лицо, даже не являющийся правообладателем какого-либо интересующего его объекта недвижимости, может запросить эти сведения. Вот вы предвосхитили мой вопрос. Скажите, пожалуйста, Светлана Евгеньевна, вот, конечно, важность проведения этой колоссальной работы на лицо, но почему она важна для меня, скажем, простого жителя города Самары, для вас, для вот коллег наших, да вообще для жителей Самары? Ну, вот поскольку вы сейчас обозначили, вот, нас с вами и наших коллег, да, как, я думаю, представители, ну, то есть, как физических лиц, нас, конечно, это может прежде всего интересовать как налогоплательщиков, потому что налог сегодня исчисляется, исходя из кадастровой стоимости. Если говорить о юридических лицах, то в данном случае их интерес будет заключаться как в вопросах налогообложения, так и в вопросах, например, арендной платы за какой-либо объект. Да, потому что, когда мы говорим, для каких целей осуществляется государственная кадастровая оценка, мы всегда говорим, для целей налогообложения и иных предусмотренных законом случаев. Так вот, иные случаи, как правило, это как раз вопрос о предоставлении в аренду муниципального, там, или федерального имущества. И для расчета арендной платы в данном случае будет иметь определяющее значение размер кадастровой стоимости того или иного объекта. Хорошо, но ведь и ошибки могут быть произведены при проведении работ по кадастровой оценке. Вот скажите, пожалуйста, так ли это и каким образом они, конечно, устраняются? Ну, конечно, от ошибок никто не застрахован, и такие случаи имеют место. Но в данном случае, естественно, закон предусматривает процедуру обжалования кадастровой стоимости. Наши зрители о ней уже слышали. Но здесь есть тоже некоторые изменения в нашем регионе. То есть, если в отношении объектов капитального строительства ранее для цели обжалования существовала комиссия при управлении Росреестра по Самарской области, то сегодня в связи с тем, что государственная кадастровая оценка осуществлена уже силами государственного бюджетного учреждения Центром кадастровой оценки, такая комиссия завершила свою работу. И теперь она создана при Министерстве имущественных отношений. То есть, эта комиссия, она трансформировалась из одного органа в другой. То есть, она продолжает работать в несколько там видоизмененном составе. То есть, в виду несколько надзорных есть органов над проведением, да, вот этой кадастровой оценки. То есть, это не одноуровневая процедура, а несколько ведомств следят за этим, чтобы исключить всяческие ошибки. Здесь скорее будет, можно говорить об инициативном порядке обжалования стоимости со стороны заинтересованного лица. То есть, ну вот допустим, да. Да, приведите пример. Проще будет. На перспективу. Поскольку сегодня мы загрузили сведения о кадастровой стоимости в отношениях объектов капитального строительства, то есть, вот сегодня, я говорю, буквально вот январь 2022 года, то налоговый период у нас начнется осенью 2023 года. То есть, налоги мы с вами должны будем заплатить до 1 декабря 2023 года. То есть, если вы не поинтересуетесь сегодня своей кадастровой стоимостью, то в конце 2023 года, получив квитанцию, для вас может оказаться сюрпризом, что, например, она существенно повысилась, а может быть, понизилась. Так вот, для того, чтобы избежать вот этих вот недоразумений и разногласий с налоговой инспекцией, я бы все-таки рекомендовала сегодня правообладателям и любым другим заинтересованным лицам, если у вас есть к этому какой-то интерес, запросить сведения о кадастровой стоимости и убедиться в том, что она вас устраивает. В таком случае расскажите, как это сделать? Может быть, это открытые данные, и их можно посмотреть? Эти данные абсолютно открыты. Их можно посмотреть в открытом доступе на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра федерального, я имею в виду, аппарата. Если вам нужен какой-то официальный документ, например, для той же налоговой инспекции, то каждое заинтересованное лицо имеет возможность запросить эти сведения в виде выписки о кадастровой стоимости из Единого государственного реестра недвижимости. Для этого нужно будет обратиться в многофункциональный центр. Хочу также обратить внимание, что данный вид выписки совершенно бесплатный для любых заинтересованных лиц. Поэтому здесь никаких трат у нас правоводатель не несет. Можете запрашивать информацию, в общем, столько, сколько вам нужно. Главное понимать, для каких целей вы это делаете. Ну а самостоятельно найти свой объект на такой обширной кадастровой карте вообще реально, возможно? Это абсолютно реально. Я думаю, что те, кто нас сейчас слушает и однажды обращались к этому ресурсу, поймут, что это действительно очень-очень просто. Достаточно знать кадастровый номер своего объекта. Ведь если вы являетесь правообладателем, то не знать его вы просто не можете. Ну а вот, к примеру, где можно получить разъяснение по определению кадастровой стоимости своего земельного участка? И если произошли изменения в его оценке, и вот, ну, к примеру, да, давайте возьмем, не согласна я, что вот так вот оценили, какие шаги первые должны быть? Ну, отвечая на первый вопрос, если вы хотите получить разъяснение, почему ваша кадастровая стоимость составляет вот именно такую сумму? Сегодня в соответствии с 237-м федеральным законом как раз государственное бюджетное учреждение Центр кадастровой оценки, ну, пользуясь случаем, назову их адрес, поскольку мы же для заявителей работаем, наверное, будут такие, кто и пожелает обратиться за разъяснением в Центр кадастровой оценки, это, находятся они в Самаре, на Авроре, 180. Государственное бюджетное учреждение наделено полномочиями по разъяснению кадастровой стоимости, то есть любое заинтересованное лицо может подать заявление, также через многофункциональный центр, либо обратившись лично, в простой письменной форме пишется обращение, главное условие в таком заявлении это указать свои фамилии, имя, отчество, адрес проживания, желательно контактный телефон для обратной связи, если вы юридическое лицо, то соответствующие реквизиты, и, конечно, адрес, либо кадастровый номер объекта, о котором вы запрашиваете информацию. Ваше заявление будет рассмотрено в 30-дневный срок, и, собственно, даны будут разъяснения. Если в ходе рассмотрения такого обращения специалисты государственного бюджетного учреждения обнаружат, что ими была допущена ошибка при осуществлении государственной кадастровой оценки, то такая ошибка должна быть ими исправлена инициативно. Если же нет, то тогда будет подготовлен соответствующий ответ о том, что ошибка в определении кадастровой стоимости отсутствует, но если заявители это не устроят, он имеет возможность как раз-таки обратиться в комиссию по обжалованию кадастровой стоимости при Министерстве имущественных отношений. А самим как-то можно понять, правильно ли рассчитали кадастровую стоимость или нет? Есть ли какие-то формулы, или, я не знаю, может быть, наглядные какие-то примеры? Или, может быть, обратиться в независимую оценку, которую может параллельно провести оценку кадастровой стоимости, и, соответственно, сравнить? Вот какие шаги правильные? Дело в том, что ранее кадастровая стоимость, вот во времена, когда она считалась кадастровой палатой, формула была максимально проста. Просто умнажалась площадь, то есть удельный показатель кадастровой стоимости, он был определен для каждого кадастрового квартала, на площади объекта недвижимости. То есть там имела место простая арифметика. Здесь, наверное, любой обыватель имел возможность посчитать. В данном случае ошибиться можно было только арифметически, не там запятую поставить или цифру пропустить. Сегодня, конечно, методика определения кадастровой стоимости очень сложная, и самостоятельно я бы не рекомендовала заявителям этим заниматься. С другой стороны, я понимаю, что и обратившись в лицензированную организацию оценщиков, эту работу бесплатно никто делать не будет. Поэтому порекомендую все-таки обратиться в первую очередь за разъяснениями в государственное бюджетное учреждение. Хорошо, спасибо. Но вот учитывая все-таки, что кадастровая стоимость влияет на величину имущественных налогов, как собственники узнать смогут новую кадастровую стоимость? И давайте уже перейдем к вопросу, собственно, как ее оспорить, если не согласны. Новую кадастровую стоимость можно узнать из официального ресурса Росреестра, это публичная кадастровая карта. Эти сведения можно запросить в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости. Я уже упоминала, она абсолютно бесплатна. Ну и в конце концов, постановление правительства Самарской области, которое утвердило результаты кадастровой стоимости в отношении объектов капитального строительства, размещены в таких вот ресурсах, общедоступных, как, например, консультант. Да, можно обратиться к этому ресурсу, там тоже поисковая строка очень просто заполняется, заполняется кадастровый номер, и, собственно говоря, вы увидите кадастровую стоимость. А может ли такое случиться, что, к примеру, зайдя на публичную кадастровую карту, я не вижу своего объекта недвижимости. Ну, давайте будем говорить о дачах, о земельных участках. Такого в моей практике не случалось. Если заявитель знает кадастровый номер своего объекта, то однозначно на публичной кадастровой карте он его обнаружит. Сведения о нем он обнаружит. Только в том случае, если кроме адреса ему ничего не известно, тогда действительно затруднительно будет этот объект обнаружить на публичной кадастровой карте. Но в данном случае тогда, наверное, имеет смысл запросить выписку из реестра. Там достаточно указания адреса вашего объекта. И тогда получите официальную информацию о кадастровой стоимости. Хорошо. Когда будет проходить следующая кадастровая оценка недвижимости? Вот не так давно правительство Российской Федерации внесло изменения в закон 237 об оценочной деятельности. И теперь кадастровая оценка, государственная кадастровая оценка будет осуществляться централизованно в одно и то же время для всех субъектов Российской Федерации. Периодичность ее проведения 4 года. Это означает, что если в этом году у нас случилась кадастровая оценка в отношении объектов капитального строительства 22-й год, то следующая оценка будет осуществляться, ну, плюс 4 года, в 2025 году и, соответственно, в 2026 году данные об этой стоимости появятся в Едином государственном реестре недвижимости. То есть вот надо помнить, что раз в 4 года государственная кадастровая оценка будет проводиться. Скажите, ну, все-таки, что влияет на изменение цены? Все-таки хочу я от вас, Стану Евгеньевну, этого добиться. Вот есть ли такое понятие, что все дорожает, инфляция и так далее и тому подобное, и мы тоже повысили цену для кадастровой оценки объекта недвижимости. Вот что входит в увеличение цены кадастровой оценки? Когда специалист государственного бюджетного учреждения определяет кадастровую стоимость в отношении того или иного объекта капитального строительства, им изучается множество факторов, ценообразующих факторов, которые могут у нее повлиять. В данном случае они учатывают даже объявления, ну, вот на таких вот ресурсах, как Авито. Изучается весь рынок, и если аналогичный объект, находящийся, ну, примерно в этом же районе, да, даже там в кадастровом квартале, да, по соседству, на аналогичном этаже, с аналогичной площадью, изучается специалистом объявление, там, естественно, будет указана ориентировочная стоимость, и эта стоимость также будет учитываться при определении кадастровой стоимости объекта-аналога. Даже материал стен сегодня учитывается при проведении таких работ. Этажность, материал стен, год ввода в эксплуатацию. Огромное количество факторов, которые могут повлиять на цены образования. Поэтому вот я еще раз акцентируюсь на том, что самостоятельно даже не пытайтесь этот вопрос изучить. Ну, ведь есть, допустим, при продаже квартиры, есть такие понятия, как рыночная стоимость объекта, есть кадастровая стоимость. Пожалуйста, разъясните, в чем разница, и по каким вот ценам учитывается и та стоимость, и эта. Ну, рыночная стоимость – это стоимость, по которой продавец и покупатель договорились о продаже и покупке соответствующего объекта. На сегодняшний день кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной. И, собственно говоря, изучая вот эти вот объявления на Авито, конечно, специалисты их учитывают также при осуществлении государственной кадастровой оценки. Поэтому в данном случае мы все ближе и ближе сходимся к тому, что рыночная и кадастровая стоимость, они сходятся. Да, да. И вам остается только убедить членов комиссии в том, что у вас объект не стоит той кадастровой стоимости, на которую ее оценило государственное бюджетное учреждение. Вот это, конечно, учитывать надо. А скажите, пожалуйста, в каких жизненных случаях нужно обязательно в те или иные ведомства предоставлять кадастровую стоимость? Ну, однозначно для юридических лиц, когда планируется арендовать объект недвижимости, находящийся в муниципальной или федеральной собственности, потому что данная информация будет важна при определении арендной платы. Если вдруг у правообладателя, физического лица возникли какие-то споры с налоговыми организациями по уплате, по размеру налогов, то такая информация потребуется тоже. Потому что налоговая ставка, она также определяется от размера кадастровой стоимости объекта. Ну, наверное, какие-то еще случаи существуют, но я лишь вспоминаю те обращения, которые поступают в нашу организацию с просьбой разъяснить кадастровую стоимость. И вот таких же трепещущих тем только две. Я разбираюсь с налоговой, и я разбираюсь со своей арендной платой. Нет, есть еще одна тема. Почему у моего соседа кадастровая стоимость ниже, чем у меня? Да, вот к примеру, опять же. Но мы пытались проанализировать кадастровую стоимость, которая сейчас загрузилась в Единый государственный реестр недвижимости, и практически таких случаев, в общем, мы не нашли, когда при прочих равных у вас отличалась бы кадастровая стоимость. Сегодня даже, вот я в начале передачи уже сказала о том, что оценочные организации, которые ранее занимались этой работой, зачастую не имели представительства о нашем субъекте, поэтому они не понимали, что такое безымянка, а что такое ленинградская. Они исходили из того, что это оба дома состоящие, материал стен это кирпич, обе квартиры находятся условно на втором этаже, площадью 25 квадратных метров, примерно одинаковые. Поэтому и строить они должны одинаково. Вот был такой подход. Сегодня, поскольку этой работой занимаются люди, живущие в нашем регионе, имеющие представление о местоположении этого объекта, конечно же, ими учитывалась эта информация. Я этот вопрос для себя просто тоже изучала, и действительно, тот вот некий даже такой принцип равенства, он восторжествовал, потому что сегодня квартира, например, на металлурге практически в кадастровой стоимости не изменилась. Я имею в виду по сравнению с предыдущей стоимостью. А такая же квартира с такими же характеристиками, находящейся в центре города, конечно, кадастровая стоимость тут несколько выше. Мы с вами говорили о повышении кадастровой стоимости, но вы еще и сказали о том, что бывают случаи, когда после переоценки кадастровой стоимости она ниже. В каких случаях такое происходит? Ну, вот как раз, наверное, в таких случаях, которые я обозначила. Когда несправедливая кадастровая стоимость была завышена, например, в тех районах, которые считаются неприближенными к центру, так скажем. Учитывается инфраструктура находящихся вокруг тебя объектов. И если этот объект находится где-то на окраине, и там, допустим, может быть, я фантазирую, но я знаю, что это также учитывается государственным бюджетным учреждением. Нет рядом остановки, например. То есть даже от элементов инфраструктуры зависит, да? Именно так, да. Поэтому я и говорю, что сегодня кадастровая стоимость к рыночной максимально приближена. Но я ведь правильно вас понимаю, чем выше кадастровая стоимость, тем выше и налог, который человек платил, к примеру, там, 5 лет. Конечно. Да, а, соответственно, упущенная выгода, деньги переплачены, вот этот вопрос как-то регулируется? Только через комиссию по оспариванию кадастровой стоимости. Но я не сказала о том, что на самом деле сегодня есть возможность пойти не только в комиссию, но и в суд. Если ранее существовали правила о том, что сначала сходи в комиссию, и если комиссия откажется снижать кадастровую стоимость, только потом ты можешь пойти в судебные инстанции, сегодня такого требования нет. Поэтому каждый вправе выбирать орган, в который он предъявит свое заявление об оспаривании. Минуя комиссию, сразу в суд можно такое заявление подать. Кстати, готовясь к сегодняшней передаче у своих специалистов, поскольку мы-то продолжаем вносить сведения о кадастровой стоимости, я поинтересовалась в процентном соотношении, что к нам сейчас больше поступает, какая споренная стоимость, откуда? Из суда или из комиссии по оспариванию? Из суда. Почему-то заявители предпочитают судебные инстанции, там процент удовлетворения заявленных требований выше. О чем еще нужно знать и понимать, когда мы с вами говорим о кадастровой оценке, кадастровой стоимости? Вот какие-то важные моменты не упустили вы, Светлана Евгеньевна? Мне кажется, я максимально сегодня подробно рассказала о том, какие подводные камни нас могут преследовать. Ну а вот если индекс рынка недвижимости взять, конечно, вопрос будущего, но все-таки он может повлиять на кадастровую стоимость? Индекс рынка недвижимости. Вот как он для нас оставался зверем неизведанным, так и остается по сей день. Объясню почему. За прошедший год мы так и не наделены полномочиями по расчету индекса рынка недвижимости. Я имею в виду кадастровую палату по Самарской области, вообще субъектовые кадастровые палаты. Эти полномочия остались за центральным аппаратом. Это во-первых. А во-вторых, сам механизм расчета индекса рынка недвижимости, он имеет такой некий накопительный эффект. То есть спустя год после государственной кадастровой оценки этот механизм работать не будет. То есть нужно, чтобы прошло определенное количество времени, чтобы накопить базу, позволяющую применить этот механизм. И только тогда он начнет работать. Поэтому в ближайшие два, а то и три года нам это не грозит. Да. И вопросы такие, Елена, пожалуйста, не задавайте на будущее. Ну хорошо, а вот по каким причинам все-таки земельные участки, сведения которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, не включаются в перечень объектов оценки? Раньше были требования одного содержания. Не включались в такой перечень объекты без категории, без вида разрешенного использования, без площади, без кадастрового номера. Но без кадастрового номера в Самарской области объектов не существует. Поэтому это сразу не наш вариант. Требования о наличии, либо отсутствии сведений о категории земельного участка и виде разрешенного использования тоже сегодня отсутствуют. Поэтому не включается в перечень только земельные участки без площади. Ну потому что нет исходной цифры в уравнении, которые можно использовать для расчеток от стоимости. Ну что же, подводя итог нашему с вами разговору, о чем бы хотелось сказать отдельно, может быть какие-то новшества, о которых вы не сказали. Ну и еще за какими услугами важно и нужно обращаться в кадастровый палат в Самарской области? Чем вы полезны людям? На сегодняшний день в кадастровой палате основная функция состоит в том, в предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Ведь сегодня в ходе нашей беседы мы упомянули лишь один вид сведений, которые можно запросить. Сведения о кадастровой стоимости. Тогда как их великое множество. Хотите ли вы узнать правообладателя интересующего вас объекта недвижимости? Либо потеряли какие-то свои документы, разные бывают случаи, возможно вы вступаете в наследство, и вам необходимо воспроизвести недостающие документы. Вы можете запросить сведения о своих правах. Вот, кстати, по поводу наследства, кадастровая стоимость тоже нужна, если мне не изменяет память. Нотариусы запрашивают эти сведения также, да. Но вот я в эту епархию совсем стараюсь, потому что там есть тоже множество требований. Где-то она учитывается, где-то там очень много налоговых каких-то, льготных вещей. Поэтому не могу напрямую это связать, но да, такое тоже есть. Интересно, нотариусу кадастровой стоимости, конечно, тоже присутствует. Да, продолжаем. Справки о содержании правоустанавливающих документов. Если правообладатель потерял свой документ, а ему он для чего-то нужен. Для предъявления в ту же налоговую, например. Или для предъявления в суд. Есть возможность запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости в виде копии документа. И тогда мы вам воспроизведем ваш утерянный документ, заверим его печатью, и вы его получите. Он будет приравнен, в общем, к оригиналу. В общем, все, что касается сведений Единого государственного реестра недвижимости, сегодня это наши полномочия. Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Я благодарю вас за, как всегда, компетентные и профессиональные ответы на вопросы. Спасибо большое. Ждем вас снова и снова. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»